Всем приветулечки, ребятулечки! Вы на канале Просто Play4U И сегодня с нами наш любимый Викинг с War of Clans В этом видео ролике поговорим о новом сезоне Величие Небес Так что всем, кому интересно, присаживаемся поудобней Берем с собой чайочек, бутыбродик, либо другие вкусняшки Обязательно, бред просмотров, нажимаем лайкосик И полетели смотреть видосик Мазычка! Ну что, ребятулечки Я думаю, большинство из вас уже видели новый сезон Но для тех, кто не видел, ребятки, сейчас вам расскажу и покажу, что у нас здесь есть А также поделюсь своим мнением по поводу гардов, образов, да и всего остального Но перед этим, ребятки, буквально пару минут Покажу вам выигранную битву кланов Очередная победа, это уже седьмая, по-моему, к ряду 4-3 успешно выиграли Все по накатанной Забираем одну полочку военки И дальше успешно забираем остальные полки Как и предполагалось, они пробовали забрать обучалку Но не хватило, не хватило в них мощи Мы успешно забрали Но, к сожалению, вы видите, да, клановых 11 полок На максимум Ну, я 913 полочек закрыл 13 закрыл, дальше, к сожалению, не получилось Но победа есть победа Так что все ребятки красавчики, все ребятки молодцы Так что, ребятульки, эта битва кланов выиграна Будем ждать следующую Впереди у нас Йота Уже есть анонсик Но об этом мы говорим в одном из следующих видеороликов Либо стримчиков Сегодня у нас Величие Небес Сезонный магазинчик Здесь у нас 3 гарда Шмотки, как обычно Подвал, ребятки, если она шмоточка За 5 лимоновых монеток Не рекомендую Вот такой вот образ есть Искатель Самый обыкновенный на пехоту Урон качествовой на обучении Ну, у кого пехоты нет образов Ребята, можете приобрести У меня, кстати, есть тоже выкупленный образ Мой самый первый образ, который я купил Это хранитель Так как у меня никакого образа не было И пришлось брать образ на оборону Сейчас у меня, конечно, есть соратник Он лучше, чем этот образ Но если, ребятки, у вас нету ни соратника Ничего другого Вот видите, у меня есть соратник И у меня есть еще этот хранитель Потому что сначала я взял хранителя Соратника, а потом появился соратник Я взял соратник Так что, ребятульки, смотрите Решайте, конечно, сами по своим возможностям Если у вас есть монетки У вас нет никакого образа Не знаю, сколько придется ждать соратника, либо чего-то другого, то, конечно же, берите хранителя. Как говорится, лучше хоть 75% при обороне, чем ничего. Ну, либо пехоту за лямчик. Там уже смотрите по своим возможностям. Что касается граммоверца, ребятки, ну вы все видели стату. Тут у нас урон воинов 8-го тира в крепостях. Защита осадных войск, урон войск при обороне крепостей против пехоты. Ну и, конечно, воинов в походе плюс 100. В принципе, есть очень заманчивые бонусы. Тот же урон войск против 4-го и 7-го тира. В принципе, если бы я играл на осадках, возможно, я бы взял этого дядьку потестить 8-м тиром. 8-м осадками, если бы я играл в крепостях, то, в принципе, было бы круто. Осадки у нас и так против пехоты, а в крепостях против пехоты это вообще топчик. Еще и против 4-го и 7-го тира как раз то, что надо. Ну, так как у меня не осадки, и я не играю в крепостях 8-м тиром, так что, в принципе, мне этот образ особо и не нужен. Также у нас, ну, шмотки, ребятки, я думаю, вы понимаете. Пока рассматривать не особо актуально, так как покупать за 40 лимонов сапоги, как бы, ну, пока такого количества у нас нет. Идем по гардам. По гардам я выкупил себе гард покровительства. Я взял его потому, что здесь есть вместимость лазаретов, плюс 200%. Ну, и, конечно, все остальное тоже лишним не будет. Не лишним будет урон при оборону. Урон в при обороне плюс 140%, при обороне крепостей 140%. И качается он буквально очень легко, очень легко качается. Там за день можно прокачать его до 6 уровня. То есть на максимум забрать все вот эти, всю вот эту процентовку. Поэтому я его взял, сразу же выкупил. И, возможно, сегодня его или завтра прокачаю уже на максимум. Как только будем дефить цитадель, сразу же там деф цитадели, выкопать ресурсы, обучить войска. Ну, короче, он качается там за день, за два просто на изи. Дальше я планирую взять, возможно, гард освобождения. Здесь у нас здоровье и защита всех войск по 100%. Лишними точно не будет. Урон отрядов в штурме плюс 50%. Тем более, и защита 8-го тира тоже наперед нужно будет обязательно. Поэтому в дальнейшем я планирую взять гард освобождения. Ну, если хватит мне, то, возможно, возможно, я возьму гард единения. Не знаю, посмотрим. Здесь у нас урон всех войск 150%, скорость похода 700%, 8-й тир в городах плюс 200% и количество воинов в штурме города и еще плюс полтишочек процентов. Возможно, если у меня будет нужное количество монет, то я его выкуплю. Но это не точно, это не точно. Посмотрим, посмотрим. Ну, в принципе, я планирую все гарды выкупать, все качать. Эти все проценты очень жизненно необходимы. Также, как вы заметили, в этом сезоне у нас нет шаровых рунических монет. За лямчик купить полтора лямчика было очень заманчиво. Спасибо Пларам. Два сезона мы это покупали, но на третий, к сожалению, нет. Есть ресурсы. Это очень круто, так как я ресы покупаю винами и скидываю на основу. Спасибо Пларам за это. Энка у нас есть, как обычно. Ну, не так много, но когда Энку перестали давать в битве кланов, то как бы где-то придется ее брать. Либо за золото, либо здесь. Также у нас есть Эйнар вольные, ребятки. Кому нужен Эйнар, пожалуйста, можете просто приобрести заранимические монетки. Ну, все остальное, в принципе, как было, так и есть. Вип-очки я, возможно, тоже возьму, как только. Как только добью, мне осталось, там, Лярд 800 можно купить. Мне осталось еще Лярд 970. Как только 170 лямов я набью, возможно, сразу же приобрету Лярд 800 и возьму 49-й випчик. Но это то, что касается меня. Также, ребятки, сезон поменялся у нас не только в рунических монетах. А как вы думаете, где еще? Правильно, в магазине Асгарды. Здесь у нас шмоточки. Здесь у нас гарды, которые довольно просто качаются, но купить их непросто. Тут у нас тоже есть вместимость лазаретов, плюс 350%. Вот этот бы я взял. Урон в нападении против 5-го тира, защита воинов 8-го тира. Урон и защита по 300%. Вот этот гардик я бы взял. Я бы возмездие, конечно, взял, но 50 лямочков где брать, пока я даже не представляю. Честно, даже не представляю. Есть еще гардик расцветания. Урон шпиона в нападении, урон войска в нападении на города, плюс 200% количество воинов в обучении, плюс 300%. И урон нападения против 4-го тира, 20%. В принципе, так себе, но тоже пойдет, тоже нужно брать, так как все это не будет лишним. Особенно плюс 300% воинов в обучении. Это очень-очень заманчиво. Ну и все остальное тоже. Ну, в принципе, вот этот я бы, конечно, по-любому взял. А вот расцветов, в принципе, не знаю. Что касается образов, здесь у нас лунная леди. Вот они, шпики сейчас все хотят, все хотят себе леди. Урон шпиков, 250%, количество шпиков в отряде, плюс 200%, здоровье в нападении на города, по плюс 300%, против 4-го тира, 30%. И урон шпионов в нападении, еще 250%. Круто-круто. Всем, кто играет на шпиках, рекомендую. Обязательно к приобретению. И наследник империи у нас такой образ, который против всех. Против пехоты, против стрелков, против кавалерии, осадок и убийц по плюс 30-точке. И урон воинов восьмого тира в нападении по плюс 150. Берем восьмой тир и долбим все тиры нам, в принципе, все равно, так как по 30% имеем против всех. Так что, кто хочет потестить, можете, ну, не то, что потестить, кому все равно кого бить, кто бьет всех и много. Так что, ребятурки, можете покупать и долбить всех с наследником империи. Так что, в принципе, ну и как обычно, тут у нас 11 триллионов серебра, ускорчики, ресурсики. Все, все самое вкусное тоже в Асгарде у нас есть. Так что, ребятки, вот такие вот у нас новые сезоны в магазине Асгарда и в магазине рунических монет. Набиваем, покупаем гарды, качаем, развиваемся, становимся сильнее, процентовочку защиты урона качаем и будет нам счастье, как говорится. Так что, ребятки, вот такой вот замечательный сезончик. В принципе, я не расстроен, все есть, все новое, все классно, все нужно брать, все нужно качать и развивать. Так что, как-то так, ребятки. Всем, кому интересно эта замечательная игруха, обязательно подписывайтесь на канал, ведь тут для вас старается ваш просто Play4U. И как только мы добьем первый косарик подписчиков, я буду брать сороковой домик, идти в новую лигу, расти и развиваться по полной. Так что, чем быстрее вы подпишетесь, тем быстрее я буду играть на полную катушку, так сказать. Не забывайте прожимать лайкосик, писать комментарии. Всем огромное спасибо за внимание. Ну и, конечно же, завтра увидимся. Завтра или послезавтра у нас Йота. Йота начинается прям завтра. Будет и видосик, и стримчик, и невозможно, и по пару видосов, и по пару стримчиков. Короче, будет весело и интересно. Так что, до скорой встречи. Всем пока. Пока.